Всем привет! Меня зовут Эмма Гаджиева. Сегодня у нас в гостях олимпийская чемпионка, самая первая, самая прекрасная, наша российская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова. Всем привет! У нас сегодня будет такое соревновательное интервью, то есть разминка, короткая программа и произвольная. Интересно. Предлагаю начать с разминки. Давай. Давай, ты же олимпийская чемпионка. Что делают обычно на разминках? Раскатываются. Ну, поехали. Поехали, покатаемся. Я наблюдаю за твоим инстаграмм. Гиперактивный ты человек. Расскажи, чем вот сейчас ты живешь, занимаешься. Вообще, у тебя сейчас многочисленные мастер-классы, я видела, да, мероприятия. Что еще? В этом плане, как бы, я очень рада, что сейчас начинается эра такая, когда разные компании начинают привлекать спортсменов. Меня радует то, что меня приглашают. Ну, по-моему, шоу, естественно. Всякие мастер-классы разные. Даже просто по мастер-классам музыки. Я всегда поддерживаю контакт со своей аудиторией, потому что я понимаю, люди, ну, они вот видят только, особенно кто в других городах, либо странных живут, они видят только, что идет в телефоне, в интернете, в инстаграме. Раньше я не читала директ, потому что, ну, думала, это как-то более опасно. Ну, всякие маньяки, не маньяки, все дела. А сейчас я смотрю просто... Давай так, парни, которые хотят познакомиться. Для разных целей. Ну, это не исключено, конечно, но все же. И вот. А сейчас я смотрю просто выборочно пытаюсь читать и смотрю больше количество сообщений от Аделина. Помогите, вот у меня не получается аксель, что мне нужно сделать. Аделина, расскажите, пожалуйста, какие упражнения нужно сделать для того, чтобы получилось все это. И я всегда отдаю отдачу, обратную связь. И люди еще удивляются, вы мне ответили, у меня самый лучший день в этой жизни, боже. И раз мы заговорили о социальных сетях, понятное дело, что когда ты тренировалась, выступала активно, да, именно в профессиональном спорте, то было огромное количество именно негатива. Ну, не то, что огромное количество. Он всегда есть. А он был. Он есть. Сейчас, после того, как ты… Есть. Все равно есть, да? Сейчас что людям не нравится? Ну, например, какое-то интервью, да. Да что, она все уже надоела. Пусть она уже… Ну, всякое… Нет, после этого интервью, под этим интервью таких комментариев не будет. Да нет, знаешь, я уже просто привыкла, я уже, наверное… Не реагируешь, да, уже так? Я знаю, что, как бы, жизнь моя, я делаю свое любимое дело, то, что мне нравится. Зачем я буду реагировать на тех людей, которые не представляют вообще, что происходит в моей жизни. Я редко вижу, чтобы ты давала комментарии по фигурному катанию на данный момент. Вот, а у тебя, ой, сейчас прям огонь. Ну, я в этом плане лучше… Вообще, да? То есть, отказываешься комментировать? Я отказываюсь, да. Тот же отбор на чемпионат мира, тот же возрастной ценз на выступление одиночной. Как я дала один раз комментарии и просто… Ну, опять же, вот прочитала комментарии, что писали люди и поняла, что я лучше буду по мастер-классам ездить в шоу выступать, но комментарии давать я не буду. Нет, ну, конечно, определенные какие-то моменты можно выговорить свою точку зрения, но, опять же, это же будет рассматриваться не как точка зрения личного спортсмена, а это будет рассматриваться на… Ну, да, еще обмусолят, все. Ну, а так вообще следишь за тем, что происходит? Конечно, куда без этого? Я, знаешь, поймала себя на мысли, что у тебя была схожая ситуация в жизни, как сейчас вот у Лизы Туктамышевой, потому что Олимпийские игры в Сочи, командное соревнование, ты вроде как должна была выступать, я помню, мы тебя все ждали, ты уже приехала в Сочи выступать, а тут тебе говорят, ты не выступаешь, езжай домой. И сейчас, получается, у Лизы такая ситуация, ты, может быть, Лизе совет дашь, вот как, потому что после того, как тебя не пустили на командные, ты выиграла личное. Ну, Лизка уже и так много пережила в своей карьере, мне кажется, очень много всего, и я думаю, это просто еще один толчок, что нужно ей что-то пережить. Может быть, что-то до конца где-то не поняла, но как бы сама знаешь, жизнь такая штука, она просто так не будет давать тебе какие-то испытания. Я думаю, что, хотя, ну, как бы я видела выступление Лизы и знаю ее ситуацию, что у нее было воспаление легких, и выйти сейчас на соревнования, откатать свои программы, ну, я считаю, это были очень хорошие прокаты. И восстановила она все прыжки, тройной аксель, я даже прочитала комментарии, вот сейчас вот вспомнила. Зашла в сборную России, Лизка выставила видео, где она прыгает тройной аксель. И написала, что мы усложняем программы, хотим два тройных акселя произвольно, но, увы, там не получилось, поехать и так далее. И я увидела комментарии человека, Лиза прыгает, такие сложные элементы, комментарии человека. Да ты сначала стабильно его прыгать научись. Че? Ты серьезно? Сказал человека, сидя на диване и пожирая хот-дог. Вы серьезно? А посмотрите сезон целый, что Лиза вообще выступала, как и что она делала. Вся вот эта ситуация с отбором на чемпионат мира пострадали просто все, потому что Женя Медведева вроде отобралась, да, там в начале сезона все было сложно, поменяла страну тренера. Жене тоже там все навалилось, конечно. Да, вроде отобралась, все, теперь Женя сволочь последняя, которая, значит, там из Канады прилетела, и у Лизы чемпионат мира отобралась. Ну, это люди. И тут уже нужно действительно воспринимать все с юмором, не обращать внимания, как бы мы делаем свою работу, мы делаем то, что мы любим. И мы делаем, решает Федерация. Все, вопрос закрыт. Вопрос закрыт, мы размялись, пора переходить к короткой программе. Ну вот, собственно говоря, Аделин, мы и подъезжаем к началу нашей короткой программы. Да, я уже смотрю. Здесь 15 конусов, значит, в нашей программе, которая будет жить и выходить долгие-долгие годы, с высокими рейтингами и просмотрами, я надеюсь. Есть короткая программа, и в ней два обязательных элемента. Первый элемент, это нужно будет проехать змеечкой между конусами. На двух ногах или на одной? На одной ноге, между конусами, на любой, на левой, на правой, выбирай сама. На время. Можно сбивать конусы, но лучше этого не делать, потому что за это мы будем снимать баллы. Ну что, ты готова? Первый элемент? Конечно. Давай. Всегда готова. Давай, как там тренеры настраивают? Что тебе обычно говорила Елена Германовна? Я понимала все по глазам. Ты можешь, ты можешь. Давай, все, верю, верю, верю. Давай, порви всех! Все готовы? Поехали! Пять-семь километров! Оставляем, остываем. Красночка просто! Видели, видели, видели? Это, ребят, это мировой рекорд нашей программы. Кто его сможет побить? Да никто, вообще никто! Сейчас такая... Четыре секунды! Да я час сейчас буду ехать. Давай посмотрим. На старт! Внимание! Оп! Пош! Ну нормально! Ну нормуль, нормуль, нормуль. Там неплохо, неплохо. Проиграть олимпийской чемпионке не так обидно. На секундочку всего лишь. На секундочку, да. Ну, если появились ворота... Я даже не понимаю, для чего ворота к себе. Значит, должны в кадре появиться и клюшка, и шайба. Держи, это тебе. Жалко, никакие. Это второй обязательный элемент нашей короткой программы. Значит, нужно будет на время проехать по большому кругу, с шайбой, с клюшкой, ну и в конце, естественно, забить ворота. Конечно, это нормально. Я в качестве вратаря вставать не буду, потому что силы у тебя немеренны. Не надо. Да, и потом... Ну, как бы, не только боятся. Мне зубы нужны мои еще. На старт! Внимание! Марш! Не быстро, пока... Давай! Пустые ворота! Подожди! Сюда! Сюда! О-о-о-о! Ну, давай, время идет! Смотри, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Смотри, 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 смотри. Слушай, ну, сорок три секундочки. Смотри, увлажай. И недели не прошло, а? Вот, вот оно время. Чемпионки. Ну, смотри, с короткой программой ты справилась на мировой рекорд, ну, или что было многим понятно, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Переходим к произвольной. Произвольной – это где можно проявить себя. А ты для многих самая танцевальная одиночность. Потому что если зайти в Инстаграм Аделины Сотниковой, там даже рэперы все наши самые популярные, они ее репостят и говорят, блин, под наши песни и хиты танцует сама Аделина Сотникова. Самый популярный трек 2018 года из российских исполнителей – это «Скибиди». Питерская группа, под нее миллионы людей по всему миру танцевали. Вот эта штука. Я предлагаю нам с тобой повторить этот флешмоб. Да легко сейчас повторишь. Она за себя говорит, если что. Адддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд Я уже все забыла Переходим ко второму элементу произвольной программы У Аделины опять-таки в Инстаграме Есть такой хэштег Ожидание-реальность Повтори за Аделиной Сотниковой У Аделины есть несколько коронных элементов Один из них это ласточка И вот сейчас тот самый хэштег Ожидание-реальность Аделина делает ласточку Я ее повторяю Готовимся Шикарно Обалдеть И моя ворона Аделин, ты показала достойный результат во всех испытаниях Я думаю, что следующим тигуристам будет крайне сложно перебить Те секунды, которые ты показала Да Ну конечно В эмоциональном плане уж точно будет сложно перебить Спасибо большое, что ты пришла, что ты согласилась принять участие К нам сегодня приходила Аделина Сотникова Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Спасибо большое Я надеюсь тебе понравилось Да, все очень круто и весело Зарядилась за рядом эмоций Теперь можно яхать дальше Да, от вас лайк, комментарии, шер, репост, поделиться с друзьями И все, что только можно сделать с этим роликом в интернете Все, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое – dio Звучит симптом Очень важная Раз呐 Центрwand Там вот мы уехали, рядом væreал, а те след уже вагирули Hier Катень Там я увидел Ах вот это я могу как бы như Вот, сейчас начнется. Пам-пам-пам. И на попу. Потом сюда. Пам-пам-пам-пам. И вот дальше... И это... А, племя-то тоже на конкурсе? Тоже на берегу, да? Ну, так как есть. Непоник. Mitte. Продолжение следует. Продолжение следует. Слово.